Поднялся на высоту. Называется это обзорная площадка. Ну, короче, здесь на высоте, я не знаю, сколько тут метров, по-моему, 200-300 метров. Ну, так высоко. Я так посмотрел на Паттайю. Вот она за мной, видите? Ага. Там кораблики, лодочки всякие стоят. Сейчас буду вам показывать экскурсию здесь. Я сам первый раз вообще. Город как на ладони. Но это еще не весь, потому что он еще и туда идет. Там, видите, с той стороны, если посмотреть, там уже юг идет, Джом Тьен, где я живу, с той стороны. Вход, получается, поднимаешься здесь. Я приехал на байке, на грабе. Граб такси заказываю. 50 бат все стоит. Меня с отеля привез. Можно на такси добраться. Будет 100 бат стоить. В два раза дороже. А мне зачем переплачивать? Вон там храм есть. Потом сходим, покажу. А там точка, по-моему, вон какой-то мужик стоит, военный. Интересно посмотреть, что это такое. Ну и, соответственно, король. Это же королевство Таиланда. Так. Ну а вид, конечно же, ой, какой шикарный. Просто бомба. Напоминает мне, ну, чем-то Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Да, вот. На Майами не тянет, конечно. Ну, это что-то похожее. Ничанг, конечно, отдыхает. Ничанг совсем меньше. Вон маленький город на Вьетнаме. Ну, а это прям реально такой мегаполис. Можно даже сравнить его с каким-нибудь, не знаю, Сингапуром, тем же Гонконгом. Прикольно. Вот смотри, небоскребы такие. Вот я вижу даже отель Хилтон. Сейчас можно увеличить его. Посмотрим. Ага, вот он. Темненький. Вот он. Туда надо будет сходить в ресторан. Тоже ролик запилен. Посмотрим. Все снять. Получается покушать в безлимитное кафе. Вот здесь дроны летают. Ну, это не дроны, это квадрик. Кстати, я даже не знал, что в Таиланде разрешено. А может, только местным тайцам разрешено. Я не знаю, честно сказать, по этим, по законам тайским. Во многих странах, короче, запрещены квадрокоптеры использовать, летать. Где-то требует разрешения. То есть нужны, как бы, права на взлеты. И поэтому без этого никак. Как здесь, я без понятия. Давайте погуляем, посмотрим. Это не храм истины, но все равно какой-то буддийский храм. Сюда можно зайти, донат оставить. Можно просто вот водички купить. Чувик. Так, в принципе, ничего. Нормальненький. Вот здесь сел внутри. Прикольно. В тенек. И снимай вид. Здесь тоже, кстати, очень классный, красивый вид. Вот такой. Чисто бомбический, да? Шикардос. Поэтому... Я не зря сюда пришел, чтобы снять контент, ролик запилить, поставь лайк, напиши комментарий, был ли ты здесь, нравится тебе Таиланд, Паттайя или Пхукет. Ну и, конечно же, сделай репост. Все, вот тут донат оставляешь. Денежку. Здесь написано, что с 7.30 до 7 часов открыт вот этот поинт. То есть, в 7 вечера закрывается он. Здесь можно фотографии сделать на память. 150 бат стоит мороженое, фруктики, водичка, чипсы, туалет за 5 бат можно посетить. И, короче, даже кофеек здесь где-то там продают. Вон там есть, да, место. Антенна какая-то. Колючая проволока. Ну, чтобы люди туда не прыгнули, не сиганули. Спуститься решили, может, хотят посмотреть. Так. А, это радио. Все, понял. Это телебашня. Это не телебашня, это радиобашня. Все. О, это радиобашня. Здесь петух каким-то моряком с автоматом. Петуха яйцо под обородком. Ага. Что тут здесь? Цветы тайцы что-то мутят вон там какие-то. А, ну, это подношение для Будды, для храма. Здесь еще что-то радио. Ну, это радио тайское местное. Так, здесь у нас храм. Или что это такое? А, это вот храм истины. Надо будет сюда тоже сгонять. Вот так выглядит он. Вот эта площадка. В принципе, можно смотреть ее в бинокль. 10 бат стоит. А тут памятник. Не знаю, что за мужик. Короче, с саблей. Наверное, еще во времена пиратов, когда пираты были. Здесь, возможно, свечки поставить в благовонию. Наверное, скорее всего. В память каких-то погибших здесь моряков, солдат, нам еще чего-то для этого здесь. Ну, вот так же можно донат оставить, денежку. Да, морякам и собакам. Пожертвования собакам. Обязательно. Вот собаки. Кто любит собак, сделайте пожертвования собакам. Пожертвования к петухам можно сделать. И, конечно же, не забудьте, у меня там под роликом есть ссылки пожертвования для меня сделать тоже. Там есть Тинькофф, есть казахская карта, есть Донаталерс, есть Пейпал. Короче, много чего. Ну, такое сейчас место. Блин, жарко, конечно. Солнце прям светит. Вижу, вон стрекозы летают. Такая здесь атмосфера, похожая на корабль, как будто вон флаг, да. Ну, вообще, красиво, красиво. Я думаю, вечером сюда приходить вообще просто супер будет. Ой, ну а запахи-то какие здесь. Вообще просто огонь. Какие, вот смотри. Это что за интересные цветы такие фиолетовые. На сентябрину похожи, но это не они. Ну, вот смотрите сейчас, вот я буду показывать вам. Ой. Не будьте жадными, поставьте лайк. А всем остальным привет. А здесь можно уже с утра что-то уже заказать, покушать. Смотрю, том ям 120, потай 80. Открывается с 8 утра, написано. Но уже подготавливают еду. Запах уже стоит. А, это здание Empire. Вчера смотрел ролик по поводу вот этого здания. Мне вообще что-то не понравилось вообще вот эти, как будто, знаете, муравейники живешь. Комнаты маленькие такие, просто ужас. Вообще ни о чем. Ну, ладно, погнали. Наш любимый Сэлла Ван Элла Ивана. А здесь, привет, ребята, как дела? Салам алейкум. Или как у вас? Савадикап. Вот один рыжий. Вон идиот еще один. Они такие нормальные, в принципе. Это вообще просто красота лежит вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Смотри, какой. Хорошо, да, дядя? Как на пляжу. Лежу на пляжу. И еще пришел я. Но они хорошо добрые. Салам алейка. Лис? Американа. Хоп, тус-мол. Ой, что-то всю ночь комары меня вот. Окуно открыто было. Комары всю ночь не давали спать. На улице там какие-то голоса не давали тоже. Потом еще душно было, жарко. Включил кондиционер под утро. Продуло сейчас. Потом еще кто-то в окно стучал. Вообще, короче, какая-то херня. Ночь какая-то неудачная. А я здесь один с 7-11. Ой, хорошо как. Знаете, хорошо с одной стороны. Когда у вас все есть, пошел, купил что-нибудь. О, кстати, надо шипучку посмотреть. Есть тут шипучка у них? Где-то есть, наверное. Вот какая-то. Тут много чего всякое есть фигни у них. Что многие стали маски одевать. Странно. В нижнее белье прям заходят сюда. А что, нафиг одеваться в нижнем белье? Раз, там в халатике пришла сюда. И все, касса там. Можно водой вот такой взять, 5-литрушки. Да и все, и не париться, блин. Во, от комаров, кстати, надо что-нибудь купить. Рейд какой-нибудь. Вот такую фигню, может, взять. Что это такое? Запах вот. С этим. Розой. Сейчас узнаем, как она работает. Ну, а сегодня у нас на пляже погода ветреная. Ну, зато какая солнечная. Туч нету дождевых. Может, после обеда придут, посмотрим. Я не знаю, как можно вообще купаться в такой воде. Честно, я бы не стал. Ну, вот на Бали, когда я был, там примерно такая же. Ну, вот смотри, 800 бат прокат. Гидроцикл 30 минут 1200. Полторы тысячи. Параглайтинг. 1000 бат пролететься. Ну, не параглайтинг, а это на парашюте, одним словом. Вау. Пляж вроде подготавливают. Там что-то чистят. Вот там роют, там туда-сюда что-то делают. Вроде к сезону готовятся. Вообще говорят, о, вон кто-то купается. Ну, я не знаю. Вода-то теплая. Вроде бы не грязная такая прям. Ну, мне как бы в Ничанке больше нравится вода, чем здесь. Нет, если купаться, то надо на кулан плыть. Это точно. Без вариантов. Вот здесь что-то роют, я не понимаю, что они там собираются делать. Трактор вон, а, ну, он этих, гидроциклы привез. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова